Здравствуйте, я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Серебряная медаль на чемпионате Европы для него дороже золота. Вячеслав Ленский плаванием занимается с детства. В 18 лет у парня обнаружили болезнь, которая в результате привела к инвалидности. Но силы духа хватило, чтобы остаться в спорте. Большое чувство радости. То, что положено столько сил с тренерами, со мной эмоциональных, столько нервов, столько было там и неудачи, и удачи. И теперь это, считаю, заслуженная награда у меня и тренировок. Похожая судьба и у Сергея Сухарева. 11 лет назад он один из лучших пловцов Тольятти. Ехал с тренером на сборы и попал в страшную аварию. Медики чудом его спасли. Сомневались, что парень вообще сможет встать на ноги. Сейчас он с трудом разговаривает, но спортивный характер взял верх. И сегодня Сергей готовится к паралимпийским играм. Попытаюсь выиграть первое место. Буду сильно работать, тренироваться, готовиться. В апреле в Раменском пловцы из Самарской области показали отличные результаты на чемпионате России и среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Каждая из 17 медалей – результат колоссального труда спортсменов и тренеров. Я думаю, что пример людей с ограниченными возможностями здоровья является очень важным примером для здоровых людей. Вопрос преодоления себя – это вопрос очень серьезный. Вы видите, насколько они эмоционально заряжены, насколько они настроены. И я думаю, что очень важно, что многие спортсмены тренируются вместе со здоровыми детьми. В регионе спортсменов с инвалидностью поддерживают в том числе материально. Тем, кто входит в сборную страны, платят губернаторскую стипендию. За победу на чемпионате России спортсмены получают в виде поощрения 40 тысяч рублей. Те, кто стали лучшими в мире – до 300 тысяч. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова